Всем привет с нового яркого места! Я полтора месяца тому назад купила это кресло EPUF и внимание, они доехали ко мне только два дня тому назад Вообще и качеством я расстроена, и цвет совершенно другой Но это даже не самое обидное Проблема заключалась в том, что я все это купила полтора месяца тому назад на такой интернет-странице, это типа как польский ebay называется Allegro И там был продавец, у которого было много артикулов И я подумала, что да, я хочу себе такое кресло в бордовом цвете Оно будет классно сочетаться и с зеленым, и с каким-то горчичным, и с белым Короче, со всеми возможными цветами Вот, заказала, потом были праздники Я подумала, что его как бы буду делать под заказ Раз я выбирала и ткань, и ножки И вообще было написано, что у производителя, у продавца Две недели на доставку чего-то, что я купила И были праздники, я подумала, ладно, много выходных Подумаешь, прошел месяц, я уже успела забыть о том, что я купила Они прислали мне имейл с извинениями, что у них проблемы с доставкой Но не переживайте, все к вам доедет Ладно, и я как-то не придала этому значения, так как я очень много покупаю через интернет Даже во время ремонта Я покупала все вплоть до плитки, все освещение Ну, вы знаете, что онлайн-шоппинг это мое все И очень удобно просто И вообще, такой ассортимент, такое разнообразие И никогда, никогда с чем-то таким я не сталкивалась Прошло еще две недели, и тут я вспомнила Где же мое кресло? Я начала им звонить И каково же было мое удивление, что на мои телефонные звонки Не просто никто не отвечал, а постоянно срабатывал автоответчик Я записала им несколько сообщений Потом я попробовала написать им имейл Ни ответа, ни привета Я зашла на страничку этого продавца И поняла, что там все заблокировано Все почищено Я думаю, о нет, Оля, черт тебя дернул Купить это кресло не в Икеа Просто у них есть похожие модели, но в других цветах Я начала читать, что же делать в таких случаях Я, конечно, балда все сразу оплатила И ждала свой заказ, наивная, да И я решила уже обратиться в полицию Прочитала, что там нужно распечатывать какие-то протоколы Короче, три часа времени Вот знаете, просто на ровном месте Потому что вот так попало Я думаю, нет, я сейчас вам наделаю проблем И написала им злостный имейл о том, что я блогер Что я публичный человек И что, конечно, я не призналась, что я вещаю на русском Это уже было не важно Иногда достаточно просто кого-то припугнуть Я не знаю, правильно ли я сделала Но спустя три дня мое Или, возможно, даже не мое кресло ко мне доехало Потому что на картинках оно было прям бордовым Я как подумала, что мне снова нужно будет с ними связываться Потом это все отправлять им курьером И вот эта вся волокита у меня реально нет на это времени Оно такое яркое, симпатичное, в принципе И пусть себе стоит Я не хочу думать о таких мелочах Так как, ну, бывают ситуации гораздо хуже Но реально неприятно Я просто в Польше никогда ни с чем таким не сталкивалась Сейчас покажу вам кресло Но еще несколько слов Немножко с вами поболтаю Без таких семейных апдейтов Довольно серьезных на днях Томак забирает служебную машину И это не наша личная машина Но в нашем случае это очень многое меняет Так как мы живем в городе, но в частном комплексе И вот это отвезти-привезти постоянно Кто заберет детей Если я по работе куда-то еду Или Томаку нужно куда-то поехать Или даже там, не знаю, он едет в аэропорт Такси То не знаю, там у нас были гости Мы все не помещаемся в одну машину Я очень сильно слукавлю Если я скажу, что перемены к худшему в нашем случае Никак на нас не сказались Нет, и это была одна из причин моей бессонницы Об этом позже, наверное, тоже в какой-то болталке Но вот эта финансовая ответственность Вот эта какая-то такая нестабильность Меня просто угнетала И если я, не дай бог, просыпалась ночью Там Беднашка разбудил, например, или Захар Все, то есть это 2-3 часа Максимально 4 часа в день И ты потом ходишь целый день вообще Как не в себе, как зомби И сейчас, когда Томак пошел на работу В ноябре Все начало немножко проясняться Так как, ну мне кажется, это нормально Когда оба работают на семью Когда все пополам Когда все поровну И вообще, в принципе, я бы с удовольствием Тоже выходила куда-то, не знаю, в офис, в коллектив Но так как я работаю сама на себя И даже нет такой нужды Мне где-то отдельно арендовать офис И сидеть одной Кстати, Томаш тоже работает из дому В большинстве случаев И поэтому, собственно, я заказывала кресло Чтобы организовать ему такую небольшую рабочую зону Возможно, потом будет офис Но все постепенно, все по порядку Как-то, вот знаете, приходит в норму Короче говоря, появление машины в семье Это всегда дополнительный бонус Я думаю, что вы со мной согласитесь Как одна машина, так две А если две, то это вообще классно И пусть вторая служебная Главное, что она есть И я держу за Томака кулачки Чтобы все у него получилось И чтобы это было только начало Вот так выглядит кресло И пуф на небольших светлых ножках Так, как я хотела Но мне кажется, что вот этих складок быть не должно А ткань сама по себе очень мягкая И приятная Но видно, что она непрочная Это кресло долго не послужит Зато оно закрыло кондиционер Я еще нахожусь в поиске Такого небольшого, компактного Какого-то стильного, интересного столика Возможно, из мрамора Или из какого-то дерева Чтобы на него можно было поставить Какой-то напиток, лэптоп Ну, ноутбук Томака И он сейчас работает отсюда И сейчас покажу вам еще кое-что Сейчас на мне фаворит всей осени Зимы и весны Я не вылезаю из этого шерстяного костюма С того момента, как я его получила Только похолодала Я в нем и дома, и во всех поездках Вы сами видите, и во влогах И в инстаграме я постоянно в этом костюме Мне он очень нравится Тепленький, уютный Я мерзляк, поэтому даже когда дома 20 с чем-то градусов Я хожу в этом костюме Он от бренда Esselera И он не колется Моя мама, кстати, купила себе Такой же Без каких-то там моих блогерских бонусов Она сама без моего ведома Купила себе такой же И осталась тоже очень-очень довольна Я его много раз стирала Он не скатался Он выглядит как новый И сейчас на Esselera Это Ирина Слоневская У нее есть свой интернет-магазин Огромные скидки И я заказала там несколько вещей Я уже потихоньку все начала распаковывать Здесь у меня такой молочный Трикотажный костюм Красный, такой же как серый Я действительно от него балдею И я долго выслеживала свой размер Я беру себе Es А здесь у меня такой комплект Шапка Это не совсем перчатки Посмотрите, в этом удобно будет вводить И еще шарф Начнем с этого костюмчика Этот костюм должен называться Почувствуй себя ангелом Правда? Симпатичный, какой такой уютный Теперь красный Я передумала, как это иногда случается у девушек Вот такие полурукавички Шапка в стиле Бини То есть она не полностью прилегает сверху Нужно следить, чтобы мои мужчины У меня ее сразу не забрали И не шарф, а вот такой снуд Причем он не слишком большой То есть можно будет надевать С любым пальтом С любой курткой И реально очень тепло А вот теперь я примерю красный костюм Так, ну все Я начинаю изменять серому цвету Мне кажется, что я сама даже ярче стала От красного Ну что тут еще добавить Что мои тапки сюда тоже классно подходят Ну он потрясающий просто Я прям очень надеюсь, что все эти вещи еще есть в наличии Я оставлю ссылки внизу Если не эти, то вообще у СЛИРа сейчас Грандиозная распродажа Вы обязательно себе что-то присмотрите А я остаюсь в этом позитивном Ярком костюме Вообще видите, что у меня какой-то такой Цвет настроения красный получается Ну день Валентина как-никак Какой он, какой он Папа приехал И теперь у нас Большая семейная Радость Все, едем кататься и забирать малышей Ну что, Томаш, я тебя поздравляю Спасибо Введи меня Колхозницу Кататься Окей Я, я очень рада За Томиком Даже не сенсорное Как бы улавливает движение Прикольно Слушайте, я так замоталась Что одевалась в последнюю минуту Чуть позже попрошу Томика Чтобы он показал мой наряд полностью И меня как блогера Довольно редко приглашают Куда-то здесь в Польше А тем более в Кракове Я очень сильно Одновременно удивилась И обрадовалась Когда меня позвали на Премьеру фильма Который называется Планета Сингли Да еще и в моем любимом Торговом центре Куда мы вместе с вами Много раз ездили Это Бонарка Я постоянно встречаю Там кого-то из моих зрителей Там открывается Или не знаю Или будет просто открыта VIP зона То есть с какими-то напитками С какими-то закусками Наверное Будут также создатели фильма И все это мероприятие Начинается через час Томик наконец-то забирает Свои часы с ремонтом Вообще прошло полгода Мы уже думали Что нам выставят такой счет Что там произошло что-то серьезное Но сегодня ему перезвонили И сказали, что Ну как бы сервис хороший Что мы так долго Всем этим занимались Короче говоря Вам ничего не придется платить Это все длилось августа То есть Сейчас что? Почти март Какой март? Оля, половина февраля И сегодня мы таким образом Отпразднуем День влюбленных Приехал Томаш Потому что 14-го числа Нам не с кем будет Оставить детишек Так что сегодня И свидание И премьера Короче говоря Хорошо вам отпраздновать Если вы празднуете Но Мне кажется Что день Валентина Должен быть В каждой паре Не только 14-го февраля А в принципе Каждый день Мы прибыли на место Куда идти? Я не знаю Идем узнавать А ботиночки-то удобные Вообще-то Честно говоря Мы всегда ходим Именно в Cinema City Томак пошел Оставить куртку В гардеробе И ждем Меня здесь никто не знает И я тоже никого Только на примере Или вообще Зона VIP И там Какая-то еда. Томик заценил блюдо. И только что послушали презентацию. Раньше здесь была зона VIP. Но сейчас ее отремонтировали. И немножко другая концепция. Салатики. Посмотрим. Я взяла себе тоже попробовать. Всякие хумусы. Это фокачча. Здесь тоже теплое блюдо есть. Я впервые, честно говоря. Но не то чтобы в кино. А именно в зоне VIP. Суп. Это, конечно, очень неожиданно. Но почему бы и нет. В цену билета также входят все напитки. Кроме алкоголя. За алкоголь нужно будет оплатить отдельно. Поп-корн. Кстати, можно ходить сразу в три зала. Три кинозала. Какие-то там специальные сидения. И на часы всякое такое. Мне даже интересно, сколько стоит такой билет VIP. Потому что кино у нас далеко не самая бюджетная. Пока никого нет. Пойдем посмотрим. Вот так выглядит VIP зал. И говорят, что кресла раскладываются. То есть можно лежать. Ну не знаю, насколько это удобно. Я уже второй раз в этом влоге сижу на красном кресле и что-то вам рассказываю. Кстати, еда была просто обалденная. Это было так вкусно, что Том их два раза себе все накладывал. Только никому не говорите. Ну, я шучу. Здесь нет какого-то лимита. Но прям очень понравилось. Я не ожидала. С меня не требовали никакого видео, никаких постов. Но, тем не менее, мне хочется поделиться. Можно считать, что мы уже отпраздновали день Валентина. И позже, после премьеры видео, будет встреча с актерами. Есть такой польский актер, которого зовут Ежи Штур. Мы когда-то его встретили в нашем любимом ресторане Портабелло. И позже будет встреча с его сыном. Он тоже не менее популярный и талантливый. Что самое главное актер. И зовут его Мачи Штур. Я не думаю, что Свекровь обрадуется нашему позднему приезду. Но это того стоит. Он действительно очень-очень хороший актер. Удобно сидеть. Должно сказать. У меня сейчас, как всегда, не будет работать. Работает. Когда бесплатно, берешь сразу все. Портабел, за что, тоже. Портабел, да. А вот ты актер. О котором я рассказывала. Интересно, что Дома кого не узнала, я узнала. Прикольно, когда выходишь из кинотеатра и весь торговый центр закрыт. У нас уже следующий день. Я готовлю быстрый обед и поделюсь с вами рецептом. Это будет рис с креветками. Я уже разогреваю кокосовое масло. Его можно убрать. Нам понадобится рис. Я его изначально отварила, потом промыла. И если у вас есть время, просто вот так на чем-то плоском разложите его, чтобы он остыл. Мы еще будем его поджаривать. Но не разваривайте его так, как я. Креветки. И причем у нас тут такие креветки. Они были очень большими. И пришлось убрать вот этот их пищевод. Если вы видите такую конкретную черную ниточку сверху на креветке, то ее тоже нужно удалять. Убираем также головы, панцири. Это календра. Зеленый лук. В идеале лук-шалот, но его не оказалось в магазине, поэтому у меня будет красный. Лимон. Карри. Это такая паста. Можно взять том-ям. Рыбный соус. У меня вот такой, потому что он у меня был. Какой-то специальный рыбный, я не стала искать. Манго. Манго сейчас везде продается. По-моему, это не проблема. Если хотите себя побаловать, устроить какой-то такой необычный обед или ужин, то берите на заметку. И паприка чили. Нарезала лук. Теперь поджарю его, ну как, пассеру. И после этого добавлю сюда креветки. Тоже буду жарить где-то минутку. Этого будет достаточно. Выкладываем манго. Поджариваем еще одну минутку. Выкладываем рис. Кладем 2 чайные ложечки пасты карри или том-ям. И жарим еще одну минуту. То есть в общей сложности всего 2 минутки. И потом я буду добавлять лимон, паприку, чили и чайную ложку вот этого соуса. То есть получается такое ризотто немножко по-тайски с креветками. И все это подаем с зеленым луком и с вот этой коллендрой. У нас небольшая свеча. И цветочки. А, кинза, вот, кинза. Томак лучше знает, чем я. У меня сегодня прямо какой-то день подарков. Это кое-что, что я сама себе подарила. Здесь сумка с распродажей и очки. Но давайте в покупках одежды или в каком-то видео о трендах, которые мне нравятся, которые я буду носить, все подробно расскажу. А вот это коробочка от Look Fantastic. Я очень долго не показывала вам их коробочки красоты. И мне не нравилось наполнение. А вот это меня покорило. Ну, вообще форма выпуска ко дню Валентина, если они еще есть в продаже, я оставлю вам ссылку в инфобоксе. Тематика этой коробочки это роза. Все с розой. Здесь увлажняющий тоник от Pixi. Он у меня тоже есть. Надо будет как-то вам его подарить. В какой-то приз положу. Сразу это сделаю. Это гаммаж от марки Elimis или Elimis, как правильно читается. Вообще, я пробовала несколько средств от этого бренда. Очень понравились. Это скраб для головы. Тоже с розой. Что я говорю? Скраб для кожи головы. Мой муж постоянно ими пользуется. И у него были разные версии. Но сейчас ему не придется выбирать. Есть только такой. Так что будет с розой. Мягкая умывалка от марки Aurelia. Где-то я о ней слышала. Это гель для душа. С ароматом розы. Бренд Carres славится своими хорошими составами. Натуральными. Вау! Как пахнет! Вот честно. Иногда, знаете, такие натуральные отдушки не очень. Вот это прям класс. И это бренд Amaravich. Amaravich. А так никто мне не написал, как правильно. Венгерский люксовый бренд. Или даже премиум. Довольно дорогое удовольствие. И у меня было несколько их средств. Тоже неплохие. Моя свекровь пользуется их кремами. У меня есть маска с салициловой кислотой. Хорошая. А это мист. И знаменитый увлажняющий мист, только в лимитированной упаковке. Им я попробую заменить мою эссенцию от бренда Misha. И еще что-то легкое, увлажняющее с розой от Kadali. Я думаю, что на весну оставлю. Сейчас еще рановато, потому что у нас снова второй день идет снег. Он тает, но весной не пахнет. А я уже все светлое подоставала. И сегодня ко мне доехала посылка от бренда Lumine. У меня как-то были и пробники, и адвент календарь они мне отправляли. И сейчас у меня были настолько убитые руки. Я воспользовалась их кремом. И прям вообще так все успокоилось. Прекрасно чувствуется питание. Вот его я оставлю сверху. Очень хотела попробовать легкий такой тонирующий крем. Наверное, так это можно назвать. Интересно, что за цвет. Хоть бы не слишком темный. Универсальный медиум. Посмотрим. Богатый увлажняющий крем. Ух ты, какая кисточка. Я даже сразу не обратила внимания. Это что-то для тонального крема. Но я не всегда, знаете, все использую по назначению. Если написано для чего-то, то изначально так пробую, а потом по-разному. Увлажняющий бальзам для губ под глаза. Увлажняющий крем. Еще что-то. Маслянистая сыворотка увлажняющая. Интересненько. Будем пробовать. Но то, с чего я начну свои тесты, будет вот эта штучка. Сегодня как раз накрашусь ею. Спасибо большое всем, кто решил меня порадовать. Мне очень приятно. Надеюсь, что вам было интересно в этом влоге со мной. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.